Один человек погиб, 15 ранены в результате ночного обстрела Макеевки и пригородов Донецка. В общей сложности за сутки украинские силовики выпустили по неподконтрольным районам почти 200 снарядов и три с лишним сотни мин. Повреждены более 40 зданий. Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в трехсторонней контактной группе. После этого попытались созвать срочную видеоконференцию. Даже согласовали время. Но Киев потом все отменил, не объясняя причин. А на западе Украины, во Львове, сегодня несколько сотен националистов штурмовали горсовет, в котором, кстати, заседает много их единомышленников. Поводом стал крупный пожар на главной городской свалке, который горит уже третью неделю. В ходе столкновения есть пострадавшие среди силовиков. Работу сессии пришлось прервать. Красно-черные флаги и повязки в толпе – отличительный знак организации УНАУНСО и правый сектор, запрещенных у нас за экстремизм. Все произошло через считанные часы. После того, как взять под контроль подобные незаконные отряды или отдать участников под суд, призвала власти Украины организация объединенных наций. В докладе Совета ООН по правам человека речь идет, конечно, о более серьезных вопросах, чем вмешательство националистов в работу местной власти. На Украине еще существуют склонные к насилию группировки, такие как правый сектор, которые, по-видимому, действуют в качестве самостоятельной силы, благодаря официальному потворству на высоком уровне и почти при полной безнаказанности как в Донбассе, так и на остальной Украине. Особую обеспокоенность вызывает то, в каких масштабах эти группы используют насилие и угрозы для оказания давления на лиц, придерживающихся других убеждений, на судебную систему и журналистов. Опасения специального докладчика вызвали дела, связанные с нападениями на представителей СМИ, адвокатов и судей, включая дело Олеси Бузины, убитого в апреле 2015 года в Киеве.